Друзья, напишите, пожалуйста, как видно, как слышно меня. Меня зовут Схудоев Алексей, и сегодня мы с Сергеем Анатольевичем проведем для вас в начале вводный вебинар, то есть это Азбука Skyway. Ну а далее мы плавно перейдем уже на те события, которые в обилии у нас произошли действительно на прошлой неделе. И многие спрашивают, многие задают вопросы, как прошла прошлая неделя. Но так как всем очень хочется ответить, но просто физически не хватит времени, то мы это все совмещаем в вебинаре, потому что новостей действительно у нас фактически каждую неделю уже очень и очень много. Дорогие друзья, мы будем несколько менять форму вебинара вводного именно, потому что мы, я считаю, находимся сейчас на таком несколько другом этапе. Об этом мы также поговорим на расширенном технико-экономическом вебинаре, то есть то, что было до генерального технологического прогона и после. Это две разные вещи, можно сказать, два разных этапа, несмотря на то, что не произошла сейчас смена дисконта и так далее. Но хотелось бы до вас донести ту информацию, которую, соответственно, нужно дублицировать. И при разговоре с новичком, вот вчера тоже у меня были переговоры очередные. И совершенно другая стратегия сейчас, все поменялось, как доносить до новых людей, как общаться с представителями властей и как, в принципе, развивать наш проект. То есть парадигма поменялась буквально за один день. И об этом мы с вами пообщаемся на расширенном технико-экономическом вебинаре. Ну а те, кто присутствует первый раз, пожалуйста, поставьте циферку 1, отметьте, проголосуйте. Потому что у нас вводные технико-экономические вебинары направлены именно на людей, кто только начинает погружаться в проект Skyway. Таких людей достаточно много. Фактически одновременно сейчас в полях, так скажем, работают и развивают проект наши активисты. Вот недавно я услышал точную цифру от Дениса Юницкого. То есть в районе 721 человека, я имею ввиду 1000, естественно, зарегистрировано в нашем проекте даже более уже. То есть это больше той цифры, которую называл на прошлых вебинарах. Я всегда говорил 500-600 тысяч людей зарегистрированы и наблюдают за развитием проекта Skyway. Но на самом деле мы плавненько, дорогие друзья, подбираемся к первому миллиону. Это тоже будет определенная веха. Веха, в которой мы ползем, я считаю, и так вот достаточно долго идем. Но согласитесь, когда была визуализация, когда еще не началось строительство. И сейчас, когда действительно в реальном времени идут каждый день ходовые испытания наших юнибайков, то, что январь-февраль появится юнибус, это городской пассажирский транспорт, уже также на трассе, как сама машина юнибус мы могли увидеть на выставке и на транс. Это говорит о многом. Ну, а я так по традиции, так скажем, проведу вводный технико-экономический вебинар. То есть это азбука Skyway, начало в развитии проекта Skyway. И фактически это те аргументы, которые, на наш взгляд, Сергею Анатольевичу нужно приводить при общении с новичками. Я думаю, что сейчас святой обязанностью мы считаем и все активисты. Запуск новой волны, запуск нового второго дыхания развития проекта по России, в первую очередь, я хотел бы сказать, потому что Россия в этом плане начала несколько отставать. И сейчас, мы не скрываем, большую часть дают инвестиции именно европейцы, именно наши иностранные коллеги. И, естественно, так как русскоговорящие партнеры развивают проект уже с 2013 года, кто-то устал, кто-то выдохся, кто-то начал заниматься какими-то другими вещами, другие проекты развивать, свой бизнес начал развивать, либо пошел на работу. Не важно. Но мы хотели бы сделать акцент и упор, что стоит вспомнить о проекте Skyway, потому что если вы не вспомните, то сегодня вы можете упустить не то, что возможность, которую вы уже использовали, я имею в виду тем людям, которые уже инвестировали. Потому что это очень распространенный ответ на вопрос, слышали ли о проекте Skyway, да я уже там. И что там, как развитие, говорят, что вот 100 единиц по обязательств, которые в будущем станут акциями, естественно, прибыльным достаточно активом, я получил, а там будем наблюдать. Либо инвестировал, ну там до миллиона, допустим. И сейчас, чтобы миллион получить, Падриан Кармоци, которого выделили на ролике, это его в том числе проработка, ролик Sky Fitness, он получил некую благодарность от Анатолия Эдуардовича. Я могу сказать, что сейчас эта благодарность намного ценнее, чем, допустим, это можно было купить за меньшие средства на начальных этапах. То есть это говорит само за себя, дорогие друзья, потому что действительно то, что у нас было на первом этапе, то, что сейчас у нас на восьмом этапе, это небо и земля. Ну и то, что произошло 27-го, то, что произошло 29-го ноября, я имею в виду про начало тестирования уже и начало ходовых испытаний, это действительно очень весомые аргументы, чтобы проектом Skyway заинтересоваться. И более того, если будут тролли и так далее, мы, естественно, как и раньше будем удалять, но если кому-то неинтересно, дорогие друзья, не тратьте, пожалуйста, свое и наше время. Если вы поняли, что вам неинтересно, то выйдите из этой комнаты и не идите на второй вебинар, потому что вам это неинтересно. Наверняка на 1-2 человека, которым это неинтересно, найдется 10-20, а то в будущем, ближайшем, и мы четко понимаем и знаем, как над этим работать, 100-200 человек. Ну и, соответственно, тех людей, которые оказывают какой-то негатив в компании, показывают свой пессимизм, все будет заменено оптимизмом и не просто оптимизмом, оптимизмом, подкрепленным реальными фактами и реальными доказательствами на демонстрационном тестовом участке, то есть на нашем строительстве экотехнопарка, на создании реальных машин, подвижных составов и так далее и тому подобное. То есть аргументов действительно сейчас становится все больше и больше. Дорогие друзья, если говорите о том, как изменился мир, я хотел бы вам привести сегодня новый аргумент, который меня полностью поразил. То есть если Сергей Анатольевич говорит, что дети его спрашивали, папа, какой был в детстве интернет, я долго искал аргумент для себя и для своего поколения, так скажем. Вы можете использовать то, что я сейчас скажу, потому что меня это действительно поразило. И это говорит о том, что люди, которые сейчас только рождаются, только начинают осознанно формировать свое мировоззрение, имея в виду молодое поколение, то есть детей. И детей Skyway, не побоюсь этого слова, потому что мы зарождаем новый технологический уклад. Это будет совершенно иное поколение и даже то, что мы сейчас считаем сверх высокотехнологичным, интернет вещей, то, что можно общаться через телефон. Вот недавно буквально была такая вот мелкая покупка кухонной весы и мне предложил продавец, не хотели бы вы приобрести кухонные весы, но чтобы через Wi-Fi их можно было запускать и, соответственно, взвешивать продукты. Все, что у вас хранилось в облаке, в мобильном приложении, я говорю, зачем? Это даже обычные кухонные весы. Но сейчас все у нас связано и, дорогие друзья, с этим невозможно поспорить, потому что к 2020 году позиционируют, что 500 миллиардов устройств будут между собой связаны. Если кого-то пугает цифра в 1 миллион юнибайков, а Анатолий Эдуардович говорил о такой цифре, как 1 миллиард юнибайк и какой даст эффект это количество юнибайков, мы пообщаемся на расширенном технико-экономическом вебинаре, то я хотел бы сказать, что не стоит бояться этой цифры 1 миллиард юнибайков, потому что будущее уже не просто близко, оно уже наступило. И вот тот самый пример. Ребенка посадили в очередной раз перед окном, он любил наблюдать за машинами, изучать марки автомобилей. И каково мое было удивление, когда моя учительница по английскому сегодня рассказала эту историю, когда ребенок увидел пролетающий высоко самолет, знаете, что он сделал? Он пытался расширить экран на окне. То есть это уже даже никакой папа, в детстве у тебя был интернет, человек не понимает, что это обычное окно, он пытается просто увеличить изображение, потому что сейчас мы привыкли пользоваться смартфонами, сейчас мы привыкли пользоваться пайпадами и так далее. То есть это действительно Sky поколение, это действительно поколение уже нового технологического уклада, шестого технологического уклада. И если говорить о том, как изменяется сегодня экономика, какую революцию совершает блокчейн, и если об этом не говорить вообще, то не имеет смысла говорить вообще об экономике, потому что все процессы на сегодняшний день, дорогие друзья, ускоряются. Ускоряется обучение, ускоряется образование, ускоряется финансовая сфера услуг, ускоряется взаимозачет деньгами, как реальными, так и виртуальными деньгами, ускоряется наше мышление, ускоряются различные процессы, как скорочтение и так далее, ускоряется все, но не ускоряется транспортная инфраструктура, Что является ни много ни мало артериями и венами современных экономик, современных государств. То есть скорость, если говорить о транспорте, это по-прежнему 20 км в час максимум, 25-30 это московское метро, самое быстрое вообще транспортное средство именно городского типа на сегодняшний день в мире. Если говорить про стоимости этих низких скоростей, то какие затраты и какие убытки несут целые государства. Я уже не говорю о гражданах, которые вынуждены по 50 рублей платить за проезд нескольких станций в метро. Благо, что в Москве не берут за пересадки, а в Турции берут еще и за пересадки. Если вы просто совершаете пересадку, вы вынуждены еще заплатить. И соответственно многие корпорации сегодня понимают, что стоит зарабатывать не на самом транспорте, который не окупаемый, а должна появиться какая-то новейшая сфера услуг, но которая в свою очередь будет основана на инновационных технологиях. И вот такой инновационной технологии, дорогие друзья, мы позиционируем Skyway. Это как интернет. Это тот интернет, который породил смартфон, который породил планшет, благодаря которому вот этот мальчик пытался увеличить на обычном окне с помощью своих пальцев изображение пролетающего высоко самолета. Это дети пятого технологического клада. Это кремниевая технология. Это силиконовая долина. Это рынок IT-технологии, один из самых широкомасштабных на сегодняшний день. Это новоиспеченные миллиардеры, которые сегодня диктуют многие, в том числе геополитические события. То есть это корпорации Facebook, IBM, Dell, Apple, Google. Это то, без чего на сегодняшний день мир нельзя представить. А задайте себе вопрос, если бы когда-то вам посоветовали, что вот зарождается такое направление, как интернет, хотели бы вы инвестировать. Естественно, на тот момент об этом никто не говорил, потому что в принципе сфера биржи именно цифровой торговли, она только начинала развиваться именно с появлением интернет. Опять же, скорости развития торговли на бирже до высокочастотной торговли, то есть которые управляют немыслимые тогда, а сейчас абсолютно привычные дроиды, которые летают в воздухе, перехватывают эти сигналы буквально на тысячные секунды, чтобы продать и купить раньше, чем это можно. Таких примеров, дорогие друзья, можно приводить массу действительно. Но если сегодняшняя транспортная индустрия не изменится, то настанет застой и действительно вот эти пробки транспортные, этот транспортный коллапс превратится уже в коллапс экономический. И многие корпорации, многие государства это осознают. Я не говорю уже об экологии, дорогие друзья, потому что сегодняшний год говорит о том, что у нас рекордные температуры, как по разнице, допустим, температуры таяния льдов на Арктике. То есть это тот триггер, который говорит о том, что действительно глобальное потепление происходит. И, соответственно, в этом году самая холодная зима, самое жаркое лето за предыдущие 70-80 лет. Об этом, естественно, многие государства задумываются. Было заключено даже Парижское соглашение буквально в недавнем времени. И, так скажем, сильные мира сего проснулись, но решения нет. Нет решения, каким образом избавиться от выбросов СО2, если только налог на СО2 вводить. Нет решения, каким образом преобразовать транспортную индустрию. И Skyway это не просто недостающее звено будущей мировой экономики, дорогие друзья. Skyway это тот кислород, который наши легкие будут вдыхать именно с экологичным транспортом. Это те скорости, которые родят совершенно новые, не существующие сегодня бизнесы. И это то решение для транспортно-логистических компаний, для как отдельно взятых граждан, так и целых государств, стран и континентов, которые забудут, что такое транспортные проблемы и забудут, что такое банально простой товаров, грузов при дальних путях следования. И также, соответственно, пробки, банальные пробки, которые мы встречаем сегодня в мегаполисах повсеместно. Но, дорогие друзья, Анатолий Эдуардович не сразу пришел к струнному транспорту. История начиналась еще в конце 70-х годов, когда проектировалось более сложное инженерное технологическое сооружение. Это, так скажем, апогей инженерной школы Анатолия Эдуардовича Юницкого. Это общепланетное транспортное средство. То есть в конце 80-х годов Анатолий Эдуардович рассказал всему миру на международной конференции по неракетной индустриализации космоса, каким образом вывести промышленность в открытый космос, каким образом снизить изменения озонового слоя. Более того, латать вот эти озоновые дыры. То есть с помощью этой технологии это действительно реально и возможно. Как остановить глобальное потепление и многие-многие другие проблемы, которые тогда еще не так сильно волновали, интересовали, но сегодня интересуют и волнуют более чем. Но встретив череду непониманий, сопротивления, противостояния, несмотря на то, что Анатолий Эдуардович очень много времени потратил на продвижение этой технологии, время еще тогда не пришло. Мы не будем останавливаться более подробно. Настанет время, когда мы будем проводить целую серию вебинаров по общепланетному транспортному средству. И об этом инженерном сооружении вы можете найти в иностранной Википедии информацию. То есть это наряду с такими концептами, как космический лифт и так далее. И Анатолий Эдуардович, являясь четко рассуждающим, логически рассуждающим человеком, предпринял концепцию из большего к меньшему и из глобальному к локальному. То есть из глобальных проблем нашей планеты он перешел уже к поиску решения, каким же образом решить локально транспортные проблемы. И старался, используя существующие методы физики, аэродинамики, сопротивления материалов, всех известных на сегодняшний день технических наук, создать то транспортное средство, которое было бы дешево в эксплуатации, в строительстве, обладало бы высокими скоростями перемещения, было бы экологичным, простым монтаже, которое могло бы распространиться, так как сегодня мы видим историю развития интернета по всей Земле. И в 2000-х годах вот этой концепции произошло переломное событие. Это встреча Сергея Анатольевича Сибирякова с Лебедем Александром Ивановичем, на тот момент губернатор Красноярского края. Лебедь Александр Иванович, осознав и понимая концепцию SkyWay, то, что это действительно сможет вывести промышленность Российской Федерации не просто из кризиса, а в передовики, и то, что это позволит диверсифицировать экономику от нефтенаркозависимости, так скажем, которую сейчас испытывает экономика. И, естественно, губернатором Красноярского края был выделен первый транш финансирования, это несколько сотен тысяч долларов, и началось строительство нашего полигона в озерах, который просуществовал, простоял с 2001 по 2009 год. В 2009 году господин Морозов, это губернатор Ульяновской области, на Госсовете России по инновациям в транспорте представил презентацию по SkyWay, и каким образом, соответственно, опять же, решить проблемы, с которыми сталкивается сегодня Российская Федерация. На расширенном технико-экономическом вебинаре мы обязательно покажем между вводным вебинаром и расширенным репортажи 2009 года давности и уже 2016 года, которые абсолютно без каких-либо просьб и так далее. Морозов дал в съемочной группе SkyWay Capital новостному блоку, и, соответственно, получилась действительно адекватная оценка проекта, адекватная оценка информации, ну и многое осталось, естественно, в кулуарах, о чем мы поведаем на расширенном технико-экономическом вебинаре, а какое вообще сейчас мнение у Морозова о проекте SkyWay. Но, дорогие друзья, на тот момент также время проекта SkyWay, именно широкомасштабного его развития по всей планете, видимо, не пришло, потому что кому-то этот проект помешал, и в 2009 году, несмотря на то, что Дмитрий Анатольевич Медведев, даже на тот момент президент, сообщил, что если вы найдете финансирование, то, пожалуйста, будем помогать, будете строить, только найдите финансирование. Но кому-то мы мешали, и по неизвестным причинам, неустановленными лицами, был этот полигон разрушен, именно поэтому мы и называем его полигон, потому что он претерпел вот такие вот действительно мирового вандализма действия, но это позволило Анатолию Эдуардовичу задуматься над другой концепцией, зачем ходить по крупным инвесторам, зачем общаться изначально сразу с чиновниками, если можно прийти к помощи народа и заявить, что, друзья, есть технология, есть технология, которая высококапитализируема и обладает очень высокой потенциальной прибылью при ее внедрении, ее применении. Есть такие-то этапы, которые были пройдены уже в прошедшие года, и кто желает, пожалуйста, я готов переуступать долю интеллектуальной собственности, и вы будете становиться совладельцем данной компании. И я четко помню этот момент, дорогие друзья, когда вначале первые пять человек, потом десять, потом сто, потом тысяча человек начали регистрироваться и, не побоюсь этого слова, инвестировать в этот проект, когда ничего не было. Это были первые этапы, то есть до третьего этапа, я могу сказать, был совершен такой рывок, рывок именно русскоговорящим населением, которое сейчас подустало, как показывает статистика, и все эти люди, придя на идею, стали оказывать посильный действительно вклад свой первичный в развитие нескольких направлений. Это городской пассажирский транспорт, это грузовой транспорт, это высокоскоростной транспорт, и, естественно, это легкий прогулочный спортивно-экскурсионный транспорт, это юнибайки, которые мы видим уже в движении, уже не просто на выставке, как мы представляли на выставке и на Трансберлине, как мы представляли на выставке потом Республики Беларусь, потом, вот в недавнем времени совершенно уже на выставке транспорта России в Москве, далее будем представлять в Индии, уже не в масштабе один к одному, потому что машины в масштабе один к одному будут проходить ходовые испытания непосредственно на территории демонстрационного тестового участка по реальной путевой структуре, и, соответственно, мы уже подходим к этапу сертификации. Об этапе сертификации обязательно также поведаем на расширенном технико-экономическом вебинаре. То есть, что я могу сказать, риски действительно сокращаются. Риски по сравнению с тем, что было в начале и по сравнению с тем, что было сейчас, это небо и земля. И поэтому я хотел бы действительно сагитировать и действительно призвать тех, кто регистрировался когда-то в проекте Skyway, друзья, просыпайтесь, просыпайтесь, потому что времени осталось, на мой взгляд, не так много. Я именно мыслю в таких временных рамках, как в год в Skyway, развивая проект Skyway, считается у нас за 10 лет, соответственно, месяц примерно за год. То есть, события действительно развиваются очень стремительно, и если так и не проснуться, то можно не успеть снова привнести вклад и развитие в проект Skyway и получить свою выгоду в пополнении своего пакета, обязательств, которые в будущем потенциально, теоретически, я всегда такие вот слова буду произносить, потому что у нас все-таки венчурный проект, высокорисковый. Но это ни в коем мере нельзя сравнивать с различными пирамидами, хайпами и так далее. То есть, хайп, да, это высокорисковый инвестиционный проект, но сейчас настолько извратили понятие слова хайп, что каждый интернет-проект, каждую пирамидку сравнивают с этим понятием. Дорогие друзья, действительно, если бы мы не показывали те результаты, которые мы сейчас демонстрируем, то, скорее всего, бы я не развивал этот проект, потому что это было бы откровенной пирамидой и действительно обманом людей. Но что является самым железобетонным аргументом на сегодняшний день, это то, что мы показываем реальные результаты, как по установлению контактов, как по договоренностям с чиновниками, с различными странами. Целая международная делегация была на территории как научно-производственного конструкторского предприятия, вот как раз таки перед ходовыми испытаниями, так и уже на территории экотехнопарка. И были получены действительно очень серьезные заключения, которые сейчас головная компания готовит к представлению от представителей Австралии. Это действительно позволит нам развиваться еще более мощно в подготовке того пула адресных проектов, которые дадут ответ на самый главный вопрос, который всех интересует на сегодняшний день. А когда же будет капитализация? Какие дивиденды можно будет увидеть? И вообще, когда пойдет первая прибыль от тех активов, которые я приобретаю на сегодняшний день? Это самый главный ответ на этот вопрос. То есть, то обилие адресных проектов, которые на сегодняшний день формируются. Но адресные проекты не появились бы и договоренности невозможно было бы установить, если бы 29 июня 2015 года у нас не началось строительство. Началось оно, если говорить про рыче первых котлованов в начале сентября 2015 года. Но в июне, вот в конце июня, был заключен договор аренды земельного участка в городе Марина Горка. Буквально, если быстро пройтись, я сброшу вам также ссылку на YouTube. Посмотрю, естественно, чтобы там реферальной ссылки не было. Потому что партнер, один из активных моих, сделал слайд-шоу в виде видео по этапам строительства. И, дорогие друзья, если мне казалось на закладке нулевого километра, либо 25 сентября, когда была испытана модель 1 к 10, что какими темпами, какими действительно великими темпами мы двигаемся, то сейчас я могу сказать, что это действительно история, дорогие друзья. Вот как матери вспоминают детей, что вот они только начинали ползать и так далее. Так вот, сегодня можно посмотреть на 27 ноября анкерную опору, либо на те месяцы, когда не было еще промежуточных 19 опор. 19 является стальной для демонстрации возможности установки в любых условиях, на любом типе рельефа, местности, поверхности земли. И, естественно, мы сейчас на этом останавливаемся. Действительно, буквально вкратце, буквально, как говорится, голопом по Европам. Мы не рассматриваем то, что было на экофестивале. То есть, это можно посмотреть непосредственно от листа, эту презентацию. Я обязательно дам ссылку. Но что стоит помнить, что в мае также началось запараллельное строительство, в мае 2016 года уже, легкой прогулочной трассы. Именно демонстрацию в движении, на которой мы показали 29 ноября. То есть, первые испытания начались вообще 27 ноября. О первых испытаниях мы также расскажем на расширенном технико-экономическом вебинаре. Не стоит вспоминать уже сентябрь 2015 года, июнь 2016 года, когда уже во второй раз приехала австралийская делегация, в сентябре 2015 года, они были в первый раз. Стоит вспоминать сейчас именно период 28-29 ноября. И далее числа, когда австралийская делегация с представителями компании Урикон приехали и уже давали конкретные заключения технологии Skyway. Также я хотел бы вам напомнить, что в июле 2016 года параллельно началось строительство также и грузовой струнной транспортной системы. И в 2017 году мы обязательно при достаточном финансировании, я всегда такие слова буду повторять, потому что единственный риск, который сейчас мы несем, и он также на самом деле снижается, потому что, запущу чуть попозже опросника, сколько вообще людей ежемесячно инвестирует, то при достаточном финансировании мы обязательно продемонстрируем грузовую транспортную систему уже также в 2017 году. Берлин также уже пролетел, казалось бы, почти полгода назад, но это было вот-вот в конце сентября. Мы продемонстрировали в неподвижном состоянии Unibike, Unibus. Все увидели, что Unibus построили. Начали демонстрировать первые фермы высокоскоростной трассы, совмещенную с городской пассажирской. Началась подготовка, соответственно, к монтажу путевой структуры легкой трассы. Вот вы видите 20 октября, каким выглядел Экотехнопарк с высоты птичьего полета, и 10 ноября уже все струнные рейсы легкой трассы были установлены. И действительно за короткий промежуток времени произошел монтаж. Еще 11 ноября вы видите здесь размытие, то есть чтобы не раскрывать ноу-хау до начала генеральных прогонов. И уже 21 ноября мы видим, как монтируются первые 50 метров рельсовой фермы высокоскоростной трассы, совмещенной с городской пассажирской. И это, дорогие друзья, самые главные результаты, которые нужно говорить и которые нужно показывать. То, что мы действительно развиваемся, и то, что мы действительно с вами идем в ногу со временем, в ногу с планами. И, соответственно, постепенно, помимо продолжения монтажа ферм высокоскоростной трассы, помимо уже окончания монтажа, как я уже сказал, 10 ноября путевой структуры легкой трассы, вот справа видите, это уже промежуточная высотная опора для демонстрации потом на более серьезной высоте движения подвижного состава. Вы видите даже гостевой дом, который был сконструирован для принятия делегаций и так далее. Вы видите уже начало озеленения крыш, за что был получен Grand Proon зеленые крыши, вот уже фактически более 8 месяцев назад, который, естественно, был освоен на финансирование строительства экотехнопарка. Но самое главное, дорогие друзья, и что действительно в корне меняет, действительно, вот время до 27 ноября, ну, кто-то может говорить 29 ноября, я все-таки буду делать упор, что 27 ноября впервые поехал по путевой структуре Unibike. Это произошло рождение ребенка. И вот вы видите отца технологии инженера-изобретателя Анатолия Эдуардовича Ницкого, который шел к этому более 39 лет. И это все произошло и поехало, как мы декларировали, от декларации мы перешли к демонстрации. И это действительно супер важная веха, дорогие друзья. Но обо всем уже с высоты опыта более 16 лет. Далее расскажет Сергей Анатольевич Сибиряков. Вы заметили, дорогие друзья, что я уже даже порой не буду останавливаться более подробно на технических характеристиках. Естественно, по подвижному составу видно, что он высокоэродинамичен, что он такой вот узкий, тонкий, кто как говорит. Но что он даже при путевой структуре без преднапряженных струнных рельс, в чем является основа струнной технологии, он проехался со скоростью до 60 км в час. Это действительно серьезный результат. Потом будут преднапряжены через некоторое время рельсы. Внутри рельса стальные проволоки. Далее пойдет омоноличивание бетона. Это все поэтапно показывает, что даже при каких-то чрезвычайных ситуациях, когда опора будет подорвана, либо какие-то террористические угрозы и так далее, движение все равно будет происходить. И все равно мы увидим функционирование технологии высокоэродинамичного подвижного состава перемещения. Потому что технология испытана действительно с огромными запасами пределов прочности, текучести и так далее, различных других технических характеристик. И с максимальными требованиями уже для предстоящей. Так, все, друзья, как видно, как слышно. Сейчас опорчник сюда уберем. Так, отлично, да? Вот, ну, сегодня, как вы видите, у нас такой традиционный технико-экономический вебинар. Вот, ведем мы его, что редко, друзья, в последнее время бывает, Алексей, я, мы ведем его из своих рабочих кабинетов, что бывает, действительно, сейчас в последнее время редко. Вот, ну и, друзья, прошлый технико-экономический вебинар в среду мы с Алексеем проводили. Дневной мы не смогли включиться, потому что интернет на выставке не потянул, и мобильный тоже комнату не смог открыть, значит, вечером мы с задержкой во времени не в 8, а в 9 провели вебинар. У нас как раз было довольно-таки, такой, за последнее время людей больше, потому что и ожидания были большие, интерес был большой. Вот, поэтому сегодня мы побольше проводим в таком текущем режиме, действительно, исходя из того, что мы перешли в новый этап. Вот, Алексей уже очень подробно и очень доходчиво четко рассказал, показал именно значимость 27 ноября, 29 ноября, начало демонстрации первых, когда уже действительно от декларации мы переходим к демонстрации. Вот, и это, конечно, самый главный аргумент, который показывает, который обосновывает и который сегодня все ставит на свои места. Если еще до демонстрации в движении Юнибайка можно было говорить, что технология только создается, или что ее вообще нету, или вот как там эти дельцы из онлайнера писали, что 36 лет Юницкий ходит и так ничего и не создал. Вот, поэтому сейчас уже присутствуют очень серьезные делегации из Австралии, из Филиппин, Канады, Израиля, были представители из Чечни. Вот, все это показано, и опять же, весь показ шел в традиционном уже таком плане, что сначала по знакомству и такая вводная лекция в конструкторском бюро, потом экскурсия и вообще обзорный такой экскурс по офису, знакомство с инженерами, потом производство, которое сейчас готово обеспечить уже первые адресные проекты на весь 2017 год уже своим подвижным составом и где уже изготавливается, но сейчас доводится, готовится к испытаниям Юнибус, который был представлен в Берлине. И, соответственно, сейчас он уже готовится именно к тому, чтобы встать на ходовые испытания. И цеха, где сейчас уже закладывается целая линейка подвижного состава, и мы теперь будем увидеть, как будут выходить все новые-новые варианты Юнибайков, Юнибусов, Юнилетов, Юникаров, Юнитраков. Вот, то есть весной мы увидим с вами и грузовой вариант в контейнерном исполнении, и увидим грузовой и сыпучие грузы. Ну, это все о цифрах и подробностях мы, друзья, несколько уже поговорим уже на второй части. Поэтому сейчас, друзья, если опуская определенные технические подробности, опуская определенные вещи, связанные с моментами, которые сопровождались запуску, потому что все делалось, мы уже говорили это, неимоверными усилиями в условиях очень жесткой нехватки времени, очень жесткая графика финансирования, когда все шло с колес. Вот, при этом были определенные и проблемы с подрядчиками, с теми, кто исполнял подрядные работы, и с материалами, и человеческий фактор вмешивался, и природный фактор вмешивался, то есть, как подрядчики сами говорят, как Юницкий, ну, тоже так, когда была наша вот эта встреча с инвесторами, которые первые увидели, и он говорит, друзья, вы не представляете, какие сложности, казалось бы, на ровном месте приходилось преодолевать это, и, там, технические неполадки, и что, он говорит, совсем уже даже для подрядчиков было неожиданным, когда два генератора, которые они всегда возят с собой, сначала сгорел один генератор на полигоне, потом сгорел резервный генератор, он говорит, такого не было никогда. Вот, и поэтому, когда мы готовились к выставке в Москве, и Настя, это как правая рука у Виктора Боборина, который отвечает за орг-вопросы, именно связанные с организацией выставок, ей позвонили и сказали, что в единственном месте в гостином дворе прорвало крышу, и вода со всего сверху гостиного двора, он огромный, там, 800 на 400 метров, все это бежит на единственный наш стенд, то, по-моему, уже никто не удивился, и даже сильно-то и не расстроился, поэтому, как бы, весь вопрос. Ну, чуть что мы могли сделать, сказали, что сейчас ударят морозы, и, соответственно, вода бежать перестанет. Поэтому, когда проводили выставку, все было уже вполне нормально, вполне достойно, и следов о том, что на нас там лилась вода, тоже не было. Поэтому здесь можно сказать, что прям Юницкий так, в таких, в эмоциональной такой форме, особенно последние недели, было ощущение, что прямо даже какие-то силы встали на то, чтобы не пропустить технологию для того, чтобы она не была продемонстрирована. Но, тем не менее, друзья, упорство, вера, сплоченность всего коллектива, она помогла преодолеть все эти проблемы. И мы все увидели с вами, друзья, Юнибайк в действии. Некоторым даже посчастливилось в нем прокатиться. Есть записи прямо уже изнутри, из Юнибайка. Вот это, естественно, друзья, еще пока опытный, экспериментальный прогон. Там были основными первыми, ну, это не пассажирами, это технологи, те, кто отвечают за работу систем, за радиосвязь, за работу систем, узлов, агрегатов Юнибайка. Его как раз показывали, друзья, вы видели, даже в открытом виде, показали машину, то есть, ну, не то, что довольно-таки, это сложный электромобиль со всеми необходимыми узлами и агрегатами, которые позволяют уже сейчас дать скорость 60 км в час, буквально к весне, ну, то есть, там, после Нового года, после определенных выполнений работ, скорость будет увеличена сначала до 90 км, потом до 110, потом до 140, потом расчетная скорость, его 150-160 км в час. Вот, поэтому это тоже мы к весне все, программу испытаний видим. А сейчас началась такая кропотливая работа, связана с подготовкой к сертификации, подготовке к всем необходимой разрешительной документации, и один из этапов, то есть, почему сейчас путевая структура, она без напряжения внутри, тут много задают вопросов, почему струны не были натянуты. Здесь как раз, друзья, есть два момента, которые тоже Юницкий решал перед тем, как демонстрировать, соответственно, эту работу. Это связано с тем, что для того, чтобы получить все сертификаты, надо ответить на вопрос, как ведет себя путевая структура, когда есть стопроцентный обрыв тросов, то есть, потому что скептики, особенно те, кто любят из себя строить экспертов и умников, мы про них тоже еще поговорим, потому что на выставке «Транспорт России» к нам подошли, я познакомился с людьми, которые, это эксперты из Минтранса, которые в свое время писали, что Юницкий не знает физику шестого класса. И он с такой гордостью говорил, что это вот я давал ответ еще это там лет 8 назад. И я нисколько свое мнение не изменил, когда я ему показал, что вот уже машины, вот они ездят, вот напряжение. Вот он говорил, я все равно это не верю, 60 километров вот эта маленькая кабина едет, а как вы говорите, там миллионы тонн, миллионы пассажиров, все это рухнет, там порвется и так далее. Вот при этом их подошли два эксперта, тоже, я так понял, они оба из Минтранса, визиток они не оставили, он тоже сказал, что он созванивался и отвечал на письма Юницкого. И вот как раз второй эксперт помоложе, который там уже был где-то под 70, а второй помоложе, где-то лет 60, он сказал, что знаете, я вот смотрю, что вы делаете, я смотрю, что я серьезно меняю свое отношение к струнным технологиям. И вот они как раз вдвоем ушли, так вот споря между собой. Вот, а сейчас, друзья, просто, почему я говорю, было очень сложное принятие решений, потому что показать движение машины на экстремальных условиях, то есть, когда нет напряжения в струнах, вот, соответственно, опасность в том, что если какие-то критические события или там что-то может произойти, то это сразу будет комментироваться, обсуждаться, делаться. Поэтому долго Анатолий Дмитриевич сомневался показывать сейчас вот именно в этой стадии или нет, но когда 27-го сделали первые технические прогоны, когда напряжен только сам рельс, то есть сама окантовка, вот эта профильная труба, она натянута тоже с усилиями там несколько десятков тонн. И как раз этого напряжения и этой путевой структуры уже достаточно, да, она прогибается где-то на 10 сантиметров на пролете в 40 метров, но, тем не менее, можно четко утверждать, что это не критично и если даже происходит разрушение трассы где-то, как многие эксперты там боятся, что если струну где-то отрезать, то она вся сложится по всей трассе 10 тысяч километров, если она будет в единой путевой структуре, то сейчас можно уже четко утверждать, и мы с вами фактически в прямом эфире, друзья, видели начало испытания о том, что сама путевая структура преднапряженная, даже если разрушен внутри спрос и остальные струны, которые армируют, соответственно, путевую структуру, то ничего страшного и сверхъестественного происходить не будет. Вот дальше, сразу, друзья, отвечая всем скептикам и тем, кто будет дальше следить за испытаниями, буквально там в считанные недели подготовиться и на эту путевую структуру станет уже юнибус, дальше уже будет штатно дано напряжение, дальше будет закачан бетон, это уже станет полноценная путевая структура, она как раз уже будет давать совсем другие жесткости, вот, и неровности, соответственно, при движении, там будут другие скорости, вот, и, друзья, дальше мы с вами будем постоянно, потом мы увидим пролеты 200 метров, 400 метров, вот, соответственно, уже полноценные испытания всей путевой структуры, это, друзья, все постепенно и, как Алексей уже сказал, как ребенок только-только делает первый вздох, там пет, 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 потом начинает первые шаги, первые слова, там и так далее, и так далее, вот это все вот сейчас предстоит сделать, сейчас можно четко утверждать, что технология родилась, что она существует, она вышла, если говорить терминологией Глазева-Кондратьева, из эмбрионного состояния, то есть она стала теперь в развитии, взрослении, и, естественно, что заказчикам было продемонстрировано уже именно действующая модель, которая развивает скорость 60 км в час, было продемонстрировано возможности трассы, которые могут работать на разных критических режимах, и это, друзья, как раз первые шаги для того, чтобы дальше уже двигаться и к созданию полноценной технологии, ее сертификации и, соответственно, ее уже продвижение по всему миру, вот можно сказать, что 29-го числа этот первый шаг сделан, он продемонстрирован, ну, как Алексей сказал, воспитания начались еще 27-го числа, то есть мы видели это несколько раньше, поэтому у нас никаких, не то что сомнений о неожиданности уже 29-го не было, ну, конечно, с точки зрения прямой трансляции, с точки зрения, как это увидеть вот на таком мероприятии, конечно, это очень и очень такая серьезная веха в нашем общем движении, хотя даже буквально через несколько минут были показаны кадры и интерпретация в интернете тоже пошла абсолютно разная, кто-то говорил, что технологии продемонстрированы, показаны, кто-то начал говорить, что это опять какой-то там обман, все ожидали что-то другое, вот, это, друзья, процесс, который, наверное, будет идти бесконечно, а мы с вами четко понимаем, что сейчас, когда мне задают вопрос, с чего начинать демонстрацию, с чего начинать презентацию, с чего начинать общение, я говорю, начинайте с того, что уже сделано, потом описывайте, что дальше будет, дальше демонстрироваться и, соответственно, переходите, вот, поэтому напряжение, натяжение, тут кто пишет, нет, все-таки есть определенные термины, поэтому здесь пользуемся тем, что нам дал Сопромат. Агриата к строительству скиньте, пожалуйста, да, сейчас все скинем и слайды, вот, поэтому, друзья, я уже завершаю нашу вводную часть и говорю, что мы 29-го числа переехали уже с Алексеем из Марьиной Горки, из Минска в Москву, где отработали на стенде транспорт России, транспортная неделя, соответственно, в гостином дворе на Ильинке 4, это тоже, это событие требует отдельного комментария, мы к нему сейчас на второй части вернемся, потому тоже к такому, я бы не сказал, что очень важному событию, но я бы сказал, очень знаковому, знаковому событию именно в развитии технологий, вот, и что самое главное, что мы уже там, все, кто работали на стенде, то есть, Виктор Боборин, Настя, сотрудники конструкторского бюро, мы с Алексеем, еще было очень много людей, кто помогали, кто приходили, рассказывали технологии, что мы уже показывали действующую технологию, мы говорили, что друзья, вот, это работает, это запущено, а вот вся предыдущая история, вот возможности, вот модели, вот описание, вот то, к чему мы сейчас подходим. Это совсем другое, друзья, уже качество, это совсем другое представление технологии и совсем другой эффект, то есть, мы общались и с губернаторами, и с министром транспорта, и с вице-премьером, отвечающий за строительство Медведев, до нас, как естественно, как всегда не дошел, вот, поэтому это новый взгляд, новый подход, и я скажу, что я общался с теми людьми, кто знает про технологию уже 10-15 лет, и сам факт начала испытаний, сам факт начала уже демонстрации, он радикально меняет подход. И здесь, друзья, можно сейчас уже четко утверждать, что вот вебинары, которые были до этого, и сейчас, которые идут, это уже, друзья, описание технологии. И во второй части, вот мы сейчас с вами обязательно остановимся над определенными цифрами, понятиями, для того, чтобы вы понимали, что же мы создаем, что не просто так мы говорим, что это все капитализируется там в триллиарды, триллионы, там еще какие-то, как любят говорить некоторые, там, кто завлекает в такого рода проекты, даже в наш проект обещают, там, неслыханные дивиденды, доходы, там, не знаю, не знаю, что. Здесь, друзья, именно описание возможностей технологий, которые сегодня выводят технологический уровень развития цивилизации на новый уровень. И мы, как именно краудинвестинговая система, инвестпроводящая система, как краудинвестинговый венчурный фонд, мы с вами, друзья, создали эту систему, создали технологию, профинансировали первый адресный проект строительства в Марьиной Горке. И сегодня уже начинается этап, когда эта технология начинает идти уже дальше к заказчику и к крупным инвесторам. И это тоже, друзья, естественный этап развития технологий. И мы с вами в ближайшее время будем видеть десятки, десятки и сотни адресных проектов. И даже, думаю, не один десяток, а может быть даже и не одна сотня проектов мы увидим с вами начало реализации уже в 2017 году по абсолютно разным уголкам. мира, абсолютно по разным континентам и абсолютно по разным странам. Это, друзья, говорит о том, что технология крайне востребована, к ней сегодня огромнейший интерес. И то, что мы сейчас делаем и запускаем, будет все крайне и крайне повышать интерес, а как, соответственно, интерес будет повышать и капитализацию интеллектуальной собственности, совладельцами которой мы с вами как раз являемся. Ну вот, друзья, обычно, когда мы заканчиваем эту первую часть, я говорю, что с теми, кто получил исчерпывающую информацию, ему больше неинтересно, с тем я прощаюсь. Ну а кто дальше хочет и желает участвовать в проекте, идти в проект, мы тогда с вами, друзья, делаем небольшой перерыв. Сейчас будет очень два, на мой взгляд, знаковых и важных репортажа. И, соответственно, дальше продолжим нашу работу, где остановимся как раз о неких таких результатах, которые сегодня уже надо акцентировать, когда вы рассказываете, показываете технологию. Так, все, друзья, перерыв. Как у нас обычно говорят, чайная или кофейная пауза, пока идут репортажи. Выступление, пожалуйста. Сначала слово губернатор Ульяновской области. Пожалуйста, Сергей Иванович. Спасибо. Дмитрий Анатольевич, на мой взгляд, нам надо не столько и не только догонять остальной мер, мы сегодня об этом говорили уже здесь, сколько обгонять его в принципиально новом направлении. И я уверен о том, что нашей стране сегодня нужна такая большая, амбициозная сверхзадача. На мой взгляд, ей может стать транспорт нового поколения, который может эксплуатироваться в любых условиях, быть самым экономичным и экологически безопасным. И я веду, может быть, для некоторых покажется достаточно странным вид в транспорте, но я хотел бы сказать о том, что такие разработки у нас есть. Это струнный транспорт Юницкого. Вопрос разработки по струнным технологиям мы, как минимум, на 15 лет опережаем Запад. Струнный транспорт может стать новой формой развития общественного транспорта, как внутри мегаполисов и крупных городов, так и в сообщениях между ними. Я могу привести примеры экспертов. При обеспечении расчетной скорости движения 350 км в час и объеме перевозок до 100 тысяч пассажиров в сутки трасса Москва-Санкт-Петербург, работающая на струнном транспорте Юницкого, будет на 700-800 миллиардов рублей дешевле аналогичной высокоскоростной дороге в эстакадном исполнении. При себестоимости перевозок до 350 рублей на пассажира. А исполнение железобетонных взлетно-посадочных полос по струнным технологиям повышает их несущую способность ровность и долговечность покрытия, безопасность взлетки и посадки самолетов. Экономия только вот на одной такой взлетно-посадочной полосе, опять же, как говорят эксперты, составляет не менее одного миллиарда рублей. Вот поэтому мы в Ульяновской области приняли решение и создали буквально вот на этой неделе инновационный центр струнных технологий с полигонами с республикционных и демонстрационных трасс. В перспективе мы будем строить в Ульяновске городскую трассу подвесного струнного транспорта Юницкого. Я хотел бы внести предложение в перечень поручений по итогам Госсовета следующие пункты для правительства Российской Федерации. Рассмотреть вопрос о включении струнных технологий в перечень критических технологий Российской Федерации. Включить вопрос о разработке и реализации новой инновационной транспортной технологии второго уровня струнного транспорта Юницкого в транспортной стратегии Российской Федерации с последующим формированием Федеральной целевой программы Спасибо Спасибо, у вас интересное выступление Сергей Иванович Я не знаю, что из названных вами новых Видов транспорта может быть реализовано В ближайшей перспективе, но как минимум Это желание думать о будущем Полет фантазии Я посмотрел тут наши коллеги Представляющие крупнейших Российских перевозчиков Так улыбались В кулак Ну, напрасно Иногда нужно уметь мечтать Я думаю, что когда лет 200 назад или там 150 лет назад Рассказывали про паровоз То специалисты в области конных перевозок Так же сидели и так улыбались Типа чушь какую-то рассказывают Но потом из этого получилась целая отрасль Которую, кстати, вы возглавляете Именно это, кстати, и есть инновации Если уж так по-честному Но такие уже серьезные Уже презентовали технологию Дмитрию Анатольевичу Медведеву И то, что вы видите... Тогда он был президентом Да, тогда он был президентом Вот, и то, что вы презентовали тогда И то, что мы видим сейчас Это сильно отличается? Далеко ли мы ушли вперед? Я хочу сказать, что это Сказать, что кардинально отличается Наверное, неправильно было Потому что общий подход понятен И очень верен Потому что он дает возможность Сохранить все экологии То, о чем мы сегодня там все переживаем Тем не случайно Президент Владимир Владимирович Путин Следующий год объявил экологию С другой стороны, он решает вопрос Транспортных заторов Которые замучили уже всех И не только, так сказать, в городах Но и даже в сельских муниципалитетах А в-третьих, мы видим здесь уже Такой по-настоящему инновационный подход Потому что мало того, что мы видим Здесь уже совершенно другие скорости Но и видим о том, как уже Композитные материалы участвуют И то, что вот сейчас мне понравилось Допустим, мы в Ульяновской области Начинаем строительство первого ветропарка В Российской Федерации с этого года И мне сейчас проинформировали о том Что ветрогенерация будет в том числе Участвовать в этом проекте И это внушает огромное уважение к вам К вашей настойчивости Настырности Настырности Да И одновременно это вселяет уверенность О том, что в Российской Федерации Эти все же технологии придут в ближайшее время Да, будем надеяться И будем идти вперед и строить Skyway Спасибо, удачи вам Спасибо И вам тоже Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok